Добрый день, уважаемые слушатели курса возрастная физиология и гигиена. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая называется возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. В план занятия входят следующие пункты. Развитие сердца у зародыша, строение, функциональная характеристика, особенности сердца, кровеносных сосудов, большой и малой круги кровообращения. В 1628 году во Франкфурте был опубликован труд Уильяма Гарвея, который назывался «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». В нём он впервые сформулировал свою теорию кровообращения. У зародыша сердце начинает формироваться из висцерального листка мезодермы. Примерно со второй недели с момента зачатия. В районе шеи образуются два парных зачатка. На третьей неделе эти зачатки начинают сближаться и образуют единую сердечную трубку, которая называется простое сердце. Тем не менее, сердце имеет свой венозный синус, артериальный ствол, а также единые предсердия и единые желудочки. Кровообращение плода проходит последовательно три очень важных этапа. Желточный период, алантоидный период, плацетарный период. Каждый период имеет свои особенности. Если мы говорим о желточном периоде, то он начинается с момента имплантации и продолжается до второй недели жизни зародыша. В этот момент кислород и питательные вещества, которые поступают к зародышу, через клетки трофобласта. Значительная часть этих питательных веществ начинает скапливаться в желточном мешочке. Из желточного мешочка кислород и все необходимые питательные вещества по первичным кровеносным сосудам начинают поступать к зародышу. На этом слайде вы можете видеть строение матки млекопитающего, то есть мы рассматриваем на данном примере кошку. Здесь обозначены такие образования, как пуповина, амнион, алантоиз, представлен желточный мешочек и материнская часть плаценты. Алантоидное кровообращение тоже имеет свои особенности. Так оно начинает функционировать где-то с конца 8 недели и продолжается до 15-16 недели беременности. Алантоиз представляет собой выпячивание первичной кишки и который постепенно начинает подрастать к бессосудистому трофобласту, неся с собой фитальные сосуды. При соприкосновении алантоиза с трофобластом фитальные сосуды начинают постепенно растать в бессосудистые ворсинки трофобласта и хорионство уже становится сосудистым. Третий этап называется плацентарным кровообращением. Он начинается с 3-4 месяца и продолжается до конца беременности. В этот момент формируется плацентарное кровообращение, которое сопровождается развитием всех функций плаценты, такие как дыхательное, выделительное, транспортное, обменное и барьерное. На этом слайде можно видеть, как формируется кардиогенная зона, как формируются эндокардиальные трубки, как происходит их слияние, образование артериального ствола, образование предсердий и желудочков. Далее идет разделение сердца на 4 камеры. Здесь мы можем видеть с вами отреавентрикулярные каналы, предсердия, общий желудочек, намечающуюся внутрижелудочковую перегородку. Здесь эти этапы представлены более ярко. Вот ангиокардиогенная зона, вот она, мы ее можем здесь видеть, и этот процесс протекает на 16-е сутки эмбриогенеза. Далее мы видим, как идет движение кардиогенной области. Этот процесс осуществляется в течение 16-19 суток при эмбриогенезе. Образование сердечной трубки, которая осуществляется на 19-22 неделе эмбриогенеза. Вот мы можем с вами видеть скопление ангиогенных клеток, вот эндокардиальная трубка, нервный гребень, полость перикарда, кардиогель, и эндокардиальная трубка. Кардиоваскулярная система включает в себя следующее образование. Это сердце, сосуды, сердечно-сосудистые, это артерии, вены и капилляры, и лимфатические сосуды. Что интересно, сердце представляет собой полый мышечный орган, который соответствует размерам кулака своего обладателя. На этой схеме мы можем видеть с вами схему кровотока, которая протекает в сердце. Причем, вены – это кровеносные сосуды, по которым кровь движется в сердце, а артерии – это кровеносные сосуды, по которым кровь движется от сердца. В правой половине сердца находится венозная кровь, в левой половине сердца находится артериальная кровь. Артериальная кровь, смею вам напомнить, это та кровь, которая насыщена кислородом, и на представленных схемах она обозначается красным цветом. Венозная кровь – это та кровь, которая возвращается к сердцу от органов и тканей организма, по венам, и на схеме она представлена в основном синим цветом. Исключение составляет только кровь в легочных венах. Здесь венозная кровь лишена кислорода и обогречена углекислым газом в результате тканевого газообмена. Здесь мы можем видеть строение кровеносных сосудов, артерий, на верхнем рисунке представлено строение артерий, вена – средний рисуночек, и нижний рисуночек – это строение капилляра. Здесь мы можем видеть следующее, что в гистологическом строении артерий, вены и капилляров есть свои особенности и свои различия. Есть наружная соединительная ткань, которая покрывает артерии и вены. Есть эластические волокна, которые способствуют небольшим изменениям диаметра. Также имеется слой толстых гладких мышц, который обеспечивает сократительную деятельность. Тогда как капилляры представлены однослойным строением. Артерии и вены служат исключительно для транспортировки крови по всему телу, а капилляры в основном отвечают за обмен веществ между кровью и телом. Вены представляют собой кровеносные сосуды, которые транспортируют кровь по направлению к сердцу. Слои стенок намного тоньше. Мышечный слой выделен слабее. Диаметр, конечно, вен больше, чем у артерий. Для того, чтобы предохранить кровь от оттока назад, некоторые вены оснащены так называемыми венозными клапанами. Обратите, пожалуйста, внимание, ток крови, когда она идет к сердцу, и ток крови, когда она идет в обратном направлении. На этом слайде представлено строение капилляров. Это самые маленькие, самые тонкие кровеносные сосуды, присутствующие в человеческом теле. Их функция сводится к осуществлению взаимосвязи между артериями и венами. Большой круг кровообращения охватывает следующее образование. Начинается он в левом желудочке. Затем кровь выталкивается в аорту. Аорта, в свою очередь, начинает разветвляться на артерии, капилляры. В вены начинают собирать кровь. Затем эта кровь идет в правое предсердие. Малый круг кровообращения часто называют легочным кругом кровообращения. Он начинается в правом желудочке. Кровь выталкивается в легочной ствол, который разветвляется и образует сосуды легких, правое и левое. Затем капилляры легких, легочные вены. И кровь возвращается в левое предсердие. В венах малого круга течет артериальная кровь. В артериях малого круга течет венозная кровь. И эту особенность мы рассмотрели с вами немного выше. И касалась она того, что это особенность тканевого обмена. А теперь, пожалуйста, давайте попробуем ответить с вами на вопросы. Если вы правильно ответили на все вопросы, значит, курс, лекционный курс был усвоен на отличном уровне. Желаю вам здоровья. Оставайтесь с нами.